Болгарский перец Болгарская кухня, разговоры о Софии, мама Софиянка сопровождали меня все детство. Софиянка был город абсолютный. Знаешь, как в детстве деревья были большими. То есть мама абсолютно хвалила Софию, как это замечательно, как это все красиво, когда я туда поехал. На какую часть получается вы болгарской крови? Ну, наверное, да у меня какая-то странная история. Мои два деда мальчишками в Белой армии, естественно, вынуждены были в революцию уехать. То есть я получаюсь внуки миграции первой волны. И там женились один на болгарке, другой на сербке. Вот появился моя мама и мой папа. Какая-то такая взрывная смесь. Ну, где-то на одну восьмую. Ну, да. Где-то на одну восьмую. Нет, но еще так, может, даже на четвертую. На четвертую. На четвертую болгарин Владимир Гальченко сегодня у нас в гостях. Значит, смотрите, мы с вами готовим блюда, которые выбрали наши телезрители. Они у нас каждую неделю голосуют за то блюдо, которое мы должны приготовить. Болгарская кухня очень вкусная. Вкусная, да. Она очень вкусная и очень острая. Мы тоже пробовали. Они любят перец. Перец. Перца у нас предостаточно. И не только вот сладкий такой замечательный, а еще и острый. Они называют это лютый перец. Лютый перец. Лютый. Люточушка, они говорят. Замечательное выражение. Итак, готовим мы с вами сегодня мусаку. Мусака – это, в принципе, название очень европейского. Даже не общая, а южно-европейская территория. Оно есть и у сербов, есть и у венгров. В общем, юг. И у греков есть, и вообще много у кого есть. Это как итальянская паста на разный манер. Вариации на тему. Да, вариации на тему. Значит, нам с вами сегодня потребуется фарш, картофель, болгарский перец, баклажан, помидоры, зелень и яйца молоко для заправки. Да. Да, этого чуда. Итак, давайте мы с вами приступим. И я буду задавать вам много всяких разных интересных вопросов. Картошечка готова. Я могу ее уже резать. Нужно резать его так, кружочками, потому что она будет укладываться на противень. Да, а я, пожалуй, тогда займусь фаршем, с вашего позволения. Да, его надо предварительно чуть-то обжарить. Чуть-чуть обжарить. С ручком. С ручком и морковочкой, да. Где у нас там? Все у нас есть. Ну, масса вариантов. Там бы в каждой стране есть какие-то нюансы. Но поскольку Болгария помидорная страна, они без помидоров, по-моему, ничего вообще не делают. Не подадите ли вы мне терочку, чтобы натереть, морковочку. Вот страна помидорная и страна роз. Вот как-то две таких у них особенности. У них очень много помидоров и роз. Слушайте, а я читала по поводу помидоров, что в какие-то там еще стародавние времена и средние века в Болгарии боялись съесть помидоры, потому что как-то их собирали зелеными, то ли не дожидались, пока они станут красными, то ли как-то. И, в общем, были какие-то отравления. Боже. Вот сейчас другая история. Они абсолютно помидорная страна. Помидорная и розовая страна. Это розовое масло знаменитое, духи дамские. Все, кто едет в Болгарию, женщины всегда просят привези мне розовое масло. Вы задавались такой целью, чтобы объехать как можно большую территорию Болгарии за как можно меньший промежуток времени, потому что занятость? Мало ли, какой я целью там задавался, но в любом случае, в советское время это можно было поехать только по турпутевке, что, в общем-то, мама и делала. Причем у мамы детей же двое, я и сестра старшая. И выпускали только с одним ребенком, чтобы женщина обязательно... Чтобы наверняка вернулась. Наверняка вернулась, была такая особенность. Поэтому надолго не получалось. И акцент, конечно, был на Софию, поскольку мама Софианка жила в улице Аксаков, 28. Я знаю, что есть до сих пор этот дом, он существует. Так что, дорогие телезрители, если окажетесь в городе Софии, в Болгарии, можно найти будет дом заслуженного артиста России Владимира Гальченко. Ну, это дом моей мамы, скорее всего. Но это улица Аксаков, это вот их центральная площадь. Между прочим, наш царь Александр I на коне. На фоне собора Александр Невский. Потому что мы освободили от турков, мы вспоминали этот момент. И прямо улочка от центральной площади, это как раз Аксаков и есть. Замечательно. Слушайте, ну вот такие всегда интересные моменты. Особенно, что у вас родство такое с этой страной. Вы же ездили туда и на гастроли тоже. Да, и это было. И с артистами наверняка дружили, подружились. Да, и они приезжали сюда. Я помню вот этот печальный случай, когда театр из Старозагор сгорел. Да вы что, ну порассказывайте. Наши телезрители не знают об этом. В конце 80-х годов мы получили известие. Только что они были у нас, показывали спектакль по русской пьесе «Дорогая Ирина Сергеевна». Нам очень понравился спектакль, мы подружились, познакомились с ними. И вскоре мы получаем известие, что сгорел театр. Целиком? Да. Какой случился пожар там. А он был какой-то деревянный? Нет, он не деревянный, но очень сильно обгорел, что там работать было нельзя. Ничего себе. И я помню, как мы собирали деньги, мы несколько спектаклей сыграли в ход наших друзей из Старозагоры. И я не знаю, это помогло или, как всегда, это бывает лишним не бывает до кучи, да. Но этот театр был восстановлен, вот эту печальную историю я помню. А в каком году это было? Я думаю, в конце 80-х, наверное, год 87-88. Но театр после этого восстановили? Восстановили, они работали, вот. Но почему-то приостановилась наша дружба на какое-то время. Но вот очень хорошо, что сейчас мы вновь говорим о Болгарии. Прекрасно. На минутку отвлечемся от Болгарии. Аромат, который источает мясо, как вам? Да, по-моему, очень хорошо. Перец добавила? Перец нет, давайте поперчим. Да, но у них все острое. Ну, это, конечно, на любителя, но они любят все острое. А пока Владимир перчит наш фарш, напомню нашим телезрителям, что хорошие качественные продукты предоставляет нам магазин Перекресток, который расположен на улице Зои Космодемьянской, 7А. Магазин Перекресток – это всегда самые свежие продукты. Итак, перца достаточно, на ваш взгляд? Достаточно. Ну, на Болгары бы больше положили, но пусть будет так. А вообще Болгария еще имеет свои изюминки такие. Вот, например, как в России у нас герой сказок, герой анекдотов – это наш Иванушка. Иванушка или Емелюшка, который на печи. Но в основном Иванушка. У них есть такой персонаж Байганю называется. Байганю? Байганю. Байганю, да. Ну, он в национальной одежде, в их там, эта история. Вот, и все у них анекдоты, ну, большинство, в всяком случае, про вот этого Байганя. Он хитрый, он там расчетливый. Он не дурачок, как у нас. Не дурачок. Так наш Ваня тоже не дурак. Он делает вид, что он дурак. В этом-то весь и фокус. Вот, и у них приблизительно то же самое, так вот это Байганя. И мама всегда в детстве говорила, когда я что-то там нашкодил, но вот ты как Байганя, я поставлю тебя в угол. То есть с детства уже вот эти все какие-то фольклор, да, болгарский тоже? Я вот не помню, есть ли у них, как у нас Аленушка, у братца Иваношки. Я не помню, есть ли у них женский персонаж, но Байганя есть точно. А потом Габрово, это город юмора. У них там... Там фестиваль даже какой-то еще проходит юмористический. Фестиваль юмора, фестиваль там анекдотов. Естественно, Байганю там первый персонаж. Замечательно. Так, отвлечаемся еще буквально на секунду, потому что для Мусаки... Мусаки, это же запеканка, да, если бы... Это картофельно-мясная запеканка на разный манер, как паста у итальянцев. Это что, макароны, макароны. Так, фарш, мне кажется, у нас вполне готов для запекания, но у нас еще есть несколько с вами заданий и задач. Фарш обжарился очень быстро, потому что у нас прекрасная плита. А находимся мы с вами в кафе Кембридж. Кембридж-кафе, открытая кухня, острота ощущений. Продолжим. Так можно укладывать? Да, вот у нас есть прекрасная... Вот это, да? Да, такая жаровинка, куда можно это все начать укладывать. Вот, укладываем слоями, слоями. Вообще, российско-болгарская дружба, она разные этапы проходила. У них есть гора Шибко, где до сих пор стоит огромный памятник русскому солдату. Он на всех открытках у них. Это освобождение от турецкого ига турков. Вот Александр I стоит на площади до сих пор. И вот улица перед ним, она небольшая. Не знаю, как сейчас называется, но долгое время она называлась «Русский бульвар». Вот так вот даже. Вот так даже, вот так. Вот, ну, почему-то разные ситуации происходили в отношении. Болгария маленькая страна. Достаточно зависимая, как все маленькая. Не такая прямая и гордая, которая может что-то отстаивать, как Россия, да? Поэтому с маленькими такое бывает у нас. Бывали вынужденные, якобы охлаждение, но на самом деле они всегда были якобы. А что касаемо Второй мировой войны, это знаменитый памятник под Пловдивым Алеша, русскому солдату Алеша. Даже песня была «Стоит над горой Алеша, Болгария русский солдат». Это типа нашей волгоградской матери-родины. Он настолько огромный, и он нависает над горами. Вообще шикарный памятник. Про улицу Старозагор в Самаре хочется спросить. Как часто вы на ней бывали? И вот понятно ли становится человеку, особенно который часто был в Болгарии, связан с ней, что, да, эта улица, она имеет право называться улицей Старозагора. Она имела право называться, я не знаю сейчас, есть это, нет. Там был магазин Мартинеца. Или Мартинеца ударяют по-разному, и болгары тоже по-разному ударяют. Что это такое? Это март, это же первый месяц весны. И они вешают на себя и дарят друг другу такие махнушки из белых ниток, красных ниток, или тканевые такие истории, кружочками бывают, разной формы, и прикалывают себе на костюм, на платье, желаем здоровья. Потому что белое и красное – это кровь с молоком. И весной они желают себе здоровья. Почему вот эта вот история называется Мартинеца? Укладываем вторым слоем картошечки. Вот. Эта история называется Мартинеца, да? И раньше был такой магазин? Был такой магазин именно на улице Старозагора. Вы в нем были? Конечно, было. Что вы там покупали? У меня там разные отделы. Меня там интересовали строительные отделы. Да, потому что как раз в этот момент у меня появилась моя первая квартира. Необходимо было. Ремонт. Ремонт, да. В основном я туда их посещал. Кинотеатр Шибко был, как кинотеатр. Вы своему сыну рассказывали о том, что он получается… Ну, если мы условно договоримся, что вы на четверть болгарин, Андрей получается уже на… Ну, я внук иммиграции первой болгарин. Он правнук. Он правнук. Он знает об этом? Ну, знает, конечно. Мы вместе бывали в Болгарии. И бабушки моей мамы уже нет. Он успел ее застать. Более того, она успела его вырастить. Замечательно. Они не просто знакомы, они дружили. Поэтому много рассказов, которые я знал с детства. Бабушка ему рассказывала. Так что он в материале. Это прекрасно. Андрюша ведь сейчас учится в Москве, продолжает актерскую профессию. Да, он пошел по папиным стопам, учится в ГИТСе на актерском. Замечательно. Первый курс, волнуемся. Прекрасно. Я думаю, что у Андрюши все будет хорошо по учебе. И я думаю, что болгарские корни. Вот смотрите, есть ли такое явление, как какие-то характерные особенности болгарской крови? Вот как у итальянцев, что они вот такие страстные, русские, вот такие душевные, открытые. Да нет, они славяне, они очень похожи на нас. Похожи? Конечно, на самом деле. Единственное, они более чернявые в массе своей, нежели мы. Ну, они сами над собой смеются, что очень они такие честные, в основном Байганю их смеются. Говорят, человек идет по улице, например, Софии или Великотырного, старой их столицы, или там по-любому городу. Идет по улице, и вот что-то он уронил, но они смеются. Я же не могу сейчас на камеру сказать, что человек уронил. Вот, и да, и не к столу, допустим, общественного туалета нет, он там что-то уронил. Так они, да, осторожно, они могут в платочек это завернуть и сказать, месье вы потеряли. Да вот так вот даже. А месье это у них тоже, они так и проезжают? Да, они так и проезжают. Французский манер? Да, да, ну это, господи, европейская страна, там все перемешано. Прекрасно. Владимир Александрович, значит, у нас с вами осталась еще небольшая задача. Я думаю, что раз уж болгары любят помидоры, и мы с вами выяснили, что это помидорная страна, сверху на нашу запеканку можно, в принципе, положить помидорку. Можно, но только не нужно усердствовать, потому что помидоры дают много сока. Много сока. Чтобы не получился суп в результате, да? Понятно. Вместо запеканки. Значит, для заправки, что нам нужно с вами будет? Яйца и молоко, да? Яйца и молоко, ну как омлет мы делаем. Омлет. Значит, делаем омлет. А я режу помидоры. Они вообще действительно очень приветливые люди, очень радушные, и действительно очень хорошо к нам относятся. Все недоразумения, которые там иногда возникают, возникают из-за политиков, а не из-за болгарского народа, которые действительно нам братские. Посолить надо? Да, только немножко, потому что мы фарш солили, нет? Да, фарш, конечно, солили. Вот тогда это чуть-чуть. Они очень хорошо относятся, и они раньше, как все страны соцлагеря, они обязаны были учить русский язык с первого класса, со второго у них начинался. Вот сейчас я не знаю, но они все знают русский. Там очень легко ориентироваться, потому что я болгарский понимаю, но не знаю. Вот, а мама всегда говорила с акцентом. Вот, поэтому я свободно общался, естественно, родном в моем русском языке, а они мне на моем родном так же хорошо и свободно отвечали. Слушайте, такой хочу вопрос задать. У нас 18 мая предстоит вынос, торжественный вынос знамени, того самого знамени, которое наши монахини из Иверского монастыря сделали специально. Вы будете принимать участие в этом мероприятии? И каким образом? Потому что, ну, я знаю, что с вашей-то известностью и популярностью вообще ни один праздник без вас не обходится. Но, тем не менее, вот такое, он же к вам имеет непосредственное отношение? Ну, если я не буду загружен там в театре или где-то еще, я, конечно, приду, потому что, ну, в любом случае, когда встречаются какие-то досадные недоразумения, связанные с Болгарией, я всегда очень переживаю. А когда они какие-то уж очень досадные, я всегда говорю, хорошо, что мама не дожила, она бы очень переживала. Кстати, друзья мои, насчет занятости в театре, напомню, что Владимир Александрович, помимо того, что Болгарин и председатель Союза театральных деятелей, еще и прекрасный актер, и совершенно недавно вышла премьера «Холстомер. История лошади по Льву Толстому». Одна из главных ролей как раз у Владимира Гальченко предлагают, даже настоятельно рекомендую сходить, посетить этот замечательный спектакль, получите удовольствие. А мы с вами сегодня удовольствие будем получать от блюда, которое мы делаем. Вот то, что мы делаем, мне очень напоминает, потому что в любой стране есть рестораны национальной кухни. В любой стране. Вот в Болгарии это называется механа. 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 Вот механа, это вот где, если хочешь отведать, их очень много блюд в болгарской кухне, но есть такое желание, не среднеевропейское, как обычно всех туристов кормят, а именно болгарское, где острое, где там продирает как надо, это надо идти в механу. Вот тогда узнаешь, что такое таратор. У нас окрошка, а у них таратор с кислым молоком. Вообще кислое молоко это их ноу-хау, потому что у них какая-то есть закваска, которую есть только у них. Они кисломляка, они называют. И это молоко нельзя вывести, потому что эта закваска скоропорчащаяся, она не выдержит переезда. Она пропадет просто, да? Да, пропадет. Хотите кисломляка, езжайте в Болгарию. Кисломляка настоящая, вот только в Болгарии это знают абсолютно все. Вот, это, например, или агнишка зелен фасолы. Это что такое? Агнишка это ягненок. А вы говорите Болгарии, болгарский не знаете. Агнишка это ягненок. Зелен фасолы это стручковая фасоль. И когда в механе были в очередной раз, я открываю меню, думаю, ну, не агнишка зелен фасол, он так смотрит на меня, а этот очередной байганю. Официант. Какое агнишка. Сейчас лето, агнишки весной. Это уже овен. Это уже овен, это не агнишка. Потрясающе. Они очень с хорошим юмором люди, очень доброжелательные. Итак, Владимир Александрович, я предлагаю залить, да? Да, лучше, конечно, мы сейчас зальем, да, но лучше это ставится в духовку, и когда оно немножко начинает подрумяниваться, вот залить. Тогда залить. Ну, мы можем себе позволить, в принципе, любые такие кухонные изыски поставить сейчас в духовочку, потому что мы с вами, друзья, находимся, напоминаю, в Кембридж-кафе. Кембридж-кафе, открытая кухня, острота ощущений. Поставим ненадолго в духовку нашу мусаку, и потом зальем ее, когда вы скажете, что она готова. Немножко подрумянится когда, потому что, ну, это же омлет, он же делается быстро. А это нужно для того, чтобы слои стянулись желтком. Мусака томится в духовке, а мы в это время можем подготовить украшение. Предлагаю порезать болгарский перец, без которого, ну, никуда просто, да, мы в нашей... И в нашей программе это символ Болгарии, и порезать зелень. Паприка, паприка. Да, Владимир, насчет зелени в Болгарии, как там дела обстоят? Да, в общем, то же самое, что у нас. Вот эта петрушка у них называется Магдонос. Там же свежая, да, всегда, там растет, все очень хорошо. Такая, в общем, там палку воткни, будет урожай. Будет расти. Зелень подходит для нашего сегодняшнего блюда. Абсолютно, только, честно, немножечко ее так покромсаем, вот и стебли уберем. Да, стебли мы, конечно, уберем. И напоминаю вам, друзья, что замечательные продукты, качественные, предоставляет нам магазин Перекресток, расположенный на улице Зои Космодемьянской, 7А. Магазин Перекресток всегда самые свежие продукты. Слушайте, такой еще хочу задать вопрос, вот, может быть, вы в курсе, может быть, вы знаете. Вот мы в этом году вот отмечаем, есть у нас такие вот мероприятия, празднования какие-то, да. Очень хорошо, что мы забываемся. Вот, а в Болгарии такое есть, вот, как вы думаете, они в какие-то моменты вспоминают о русских, о том, что мы в какой-то момент освободили их страну? Они о русских не забывают никогда. У них царь был немец во время Второй мировой войны. А Вторая мировая война, это Германия, естественно. И Румыния, и Болгария, в том числе, были на стороне немцев в той войне. Почему? Потому что царь был немец. Но когда его Гитлер вызвал, царя Бориса, когда Гитлер вызвал его в Берлин с тем, чтобы он дал войска, он сказал, у меня народ против России воевать не будет. И царь Борис приземлился в Софийском аэропорту мертвым. Его убили? Его покормили чем-то. Вот такая вот печальная история. Это исторический факт. Он сказал, я-то да, но народ не пойдет. И его не стал царь. А когда вообще Болгария перестала быть царской страной? Царской страной перестала в 44-м году, 9 сентября, когда советские войска вошли в Софию. И сразу перестала. Моментально в один день. Болгария перестала. Да. А царь-то наш Александр Первый на главной площади уже тогда стоял. И собор Александр Невский, главный собор православной Болгарии тоже уже стоял. Вот. И на нем было написано «Царю-освободителю» за одну ночь болгары переделали братьям-освободителям. Это 9 сентября 44-го года, и Болгария всегда это отмечала как день освобождения. Чудесно. А моя мама расклеила листовки в эту ночь. Листовки по какому поводу? Чтобы поддержали советские войска. Прекрасно. То есть такая сильная политическая. Она ученицей была первой девической гимназии. И вот они девчонками расклеивали вот эти листовки, что войдут русские, вы там видите себя хорошо. Какая смелая у вас была мама. Друзья мои, немножечко совсем остается времени до приготовления нашей мусаки. Украшение у нас готово. Давайте еще немножко подождем и будем накрывать на стол. Друзья, готова наша мусака от рук Владимира Гальченко практически. Смотрите, как она шкварчит. Помидорки запеклись. По-моему, выглядит великолепно. Это всего-навчего один из вариантов. Мы говорили о том, что это южноевропейская история. И каждая страна, каждая хозяйка что-нибудь свое. Итак, я предлагаю отведать, отпробовать это блюдо. Сейчас я вам положу с вашего позволения, если вы мне разрешите за вами поухаживать. Помидоры пустили сок. Чуть-чуть еще. Мужчина должен есть мясо. Вот, я думаю, что можно украсить или рядышком положить, да. Можно украсить знаменитым болгарским перцем, сладким, как мы называем. И вот так еще. Вот так, например. И зеленью вот так вот сверху мы это посыпем. Вообще, овощная страна. Овощная, помидорная, петрушковая. Вот такие. Разрешите, я на секундочку у вас блюдо это возьму. Дорогие наши телезрители, для вас конкурс продолжается. Приготовьте такое же блюдо, как сделали мы. И выложите фотографию в инстаграм с хэштегом болгарский перец. Мы выберем самую красивую оригинальную фотографию. Именно вы получите приз. Вот такие мы щедрые на призы. Итак, предлагаю вам немного опробовать, чтобы мы поняли, что блюдо у нас получилось. И еще, пока Владимир пробует, хочу напомнить нашим телезрителям, что именно вы выбираете, какое блюдо мы должны приготовить в эфире программы болгарский перец. Заходите на нашу страницу ВКонтакте и голосуйте за понравившееся блюдо. Ну как? Вкусно. Отлично. Вам. Я думаю, что можно такое блюдо вполне готовить и на своих кухнях. Владимир. Причем это очень просто. Да? Это же очень просто. Слоями уплодовую запеканку, да и хорошо. У нас для вас тоже есть подарок. Помимо вкусного блюда, которое мы сегодня с вами приготовили, опробовали, фартуки, в которых мы готовим в программе болгарский перец. Мы с удовольствием дарим нашим гостям в память о программе, в память о Болгарии. А вам так вообще сам Бог вилел. Готовьте вкусно, готовьте полезно, готовьте вместе с нами. Приятного вам аппетита. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Мы благодарим за сотрудничество ресторанный холдинг «Милимон Фэмили» и «Кембридж Кафе». «Кембридж» — английское кафе с по-настоящему открытой кухней, аутентичным интерьером и поистине вкусными блюдами. Здесь можно попробовать блюда, созданные по рецептам Джеймса Оливера и Гордона Рамзи. «Кембридж Кафе» — открытая кухня, острота ощущений. Партнер программы «Магазин Перекресток» на улице Зои Космодемьянской, 7А. Супермаркет нового формата и технологий торговли. «Перекресток» — это всегда свежие продукты, высокое качество, богатый ассортимент, собственное производство, невысокие цены и удобная парковка для автомобилей. Магазин работает круглосуточно. Магазин «Магазин Перекресток»